Мы направляемся в город Сесерть. Сначала думаю, что ударение на «ы», но меня исправили. Сесерть. Да, на «е», на «е» ударение. Рядом со мной Александр. Были ли мы раньше? Нет, не так. Опять не так. Ты черно-белым будешь потом делать все? Мы сейчас из Верхновской области. Что вас связывает с этим регионом? Вообще, Екатеринбург, насколько я в моем сознании, укрепился как самый крупный город Урала. А я сам родом с Южного Урала, из города Оренбурга. И поэтому я всегда хотел здесь побывать, но первый раз мне посчастливилось, можно сказать. Я знаю также, что тебя что-то связывает с Уралом. Что-то, что-то. До «Локомотива» я играла в Перми несколько долгих лет. Потом «Локомотив» меня как разобрал. Но при этом я тоже ни разу не была в Екатеринбурге, только максимум проездом. И в этой области тоже. Скажи, пожалуйста, если не говорить про Перми, более ранний период брать, то вообще, когда ты начинала заниматься футболом, в каких условиях это происходило? Что ты делала? Я сейчас расскажу. Это были, наверное, школьные какие-то футбольные коробки, как у меня поляна там может быть в лесу где-то. Вот у меня между одним домом и соседним небольшая полянка была, там деревья, и люди с собачками гуляли. Туда брат меня выводил, и мы с ним начинали пинать, именно пинать, потому что больше я ничего не умела. А после этого я нашла коробку там недалеко от дома, и именно с того места у меня началась моя, можно сказать, футбольная карьера, потому что просто заболела этим футболом. Там уже, наверное, ворота появились, какая-то цель появилась, его пинаешь не просто так, да? Да, там уже решетка. Причем у меня такая цель была, это обграть мальчика, потому что именно когда я росла, ну, в маленьком возрасте, еще не так был популярен женский футбол, и люди, которые проходили вокруг, они такие, девочки, это что-то церковое. И меня это, ну, меня это задевало, честно, я такая, ничего-ничего, я вам еще покажу вид женский футбол, он имеет... Ты видишь, начало, начало обыграть мальчиков, а потом в итоге стать центральным защитником сборной, то что там сборная, локомотива, это же достаточно серьезная карьера. Многие девочки приходят в женский футбол через цель обыграть во дворе мальчиков, я уже не первый раз это слышу, это достаточно интересный концепт такой. Даже сейчас мне кажется, что у нас еще есть вот это вот желание доказать и желание изменить мнение, что женский футбол тоже другой класс. Я думаю, что никто уже в этом не сомневается, осталось теперь только всех пригласить к нам на стадион для того, чтобы болеть за Ирину, а сейчас мы едем открывать еще одну площадку. Сегодня наша футбольная страна доехала до Свердловской области, и мы в городе Сесердь. Основан город в 1732 году, и население сейчас 28 тысяч человек. Моя палатка, так как я, блин, очень люблю калорий. Я ни разу слышу, что ты, блин, говорила. Да, конечно, вырезал все. Погода здесь, конечно, отличается от московской сейчас. Очень жарко. Пойдем и не купаться. А сейчас мы, короче, нашли местные жители и хотим узнать, как их называют. А скажите, пожалуйста, как называют местные жители? СССР-Ц и СССР-чане. А как фирма называется? СССР-Ц. СССР-Ц. Спасибо большое. Пожалуйста. Удачи вам. И хорошего дня. Вам тоже. Надо стать профессионал, чтобы из вас его резиночку размяться. В конце концовки я вон туда лягу в центр. И оттуда снимешь меня. Ты сможешь вот так вот таким планом снять? Смотрим. Ну все. Все, это концовка. У меня в детстве была футболка с Рынкл. Спамилила. Я ее любила. И после этого начала болеть. А вон там сычок подъехал. СССР-Ц. Как ваша фамилия? Я вас прямо сейчас в интернете найду. Давайте найду. А то мне фамилия сложная. Вы хоть телефон не украдете? Да. Подши. Я даже свою фамилию неправильно пишу. Подши. Бякина. Ну вот. Смотрите, там сразу в Википедии. Все сразу про меня. О, реально. А вы защитница? Вау. Спасибо. А у вас есть подпись? 27 лет. В смысле подпись? Чтобы автограф раздать. Конечно. А я для чего сюда приехала? Сильфа? Нет. Маркер? Найдем. Можете мне руку пожать, а я этой рукой с Дюби руку поживаю? Давайте. 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 А Криштиан Роналду еще? Криштиан Роналду. Я в детстве с ним выходила. Да? Да. Да. Я его видела, короче. А вы по два раза решили мне пожимать. Я просто сказала, что я с Дюби руку пожимала. Сколько выиграли? Сколько выиграли? Я желаю вам благодарность российским железным дорогам, футбольному клубу «Локомотив» за то, что в такие короткие сроки, буквально считанные недели эта площадка здесь появилась. Один объект супер-классный, современный появился больше. Я вас с этим поздравляю. Мы видим, как горят у вас глаза. Как вы хотите играть в футбол. Как вы хотите забивать, добиваться побед. Мы надеемся, что эта площадка станет для вас магнитом притяжения. Ура! Есть! Ой-ой-ой, напряженный момент. Гол! Есть! Давайте встанем так, чтобы не мешать друг другу. То есть вот так вот, чтобы можно было ручками шевелить. Да, сейчас Ирина выберет капитанов. Вы вдвоем? Давай, давай, быстрее. Давай, давай, быстрее. Гол! Парни, парни, продолжай. Дворовый футбол только вперед. В чем плюс этого поля? Можно подкатить, катиться. Никак на асфальте сажешься. Я тебя с камерой. Давайте попробуем. Нет! Асфальтский футбол тоже нуждается в вас, будущих хороших футболистов. Пусть с этой маленькой коробки начнутся ваши большие победы. Ставь только по Марины. Спасибо. А у тебя еще есть футбол. Давай, продолжай заниматься обязательно. Девушке нужны футбол. Закончился наш мини-турнир в городе. Сосердь. Да ну! Парни, ну нормально стоит, мне жарко. Мы открыли коробку, а теперь завершим это мероприятие с легендами локомотива и пройдем пенальти. Уже отразил больше, чем Даня. У тебя подарок, короче. Он такой неожиданный. И надеюсь, они тебе подойдут. Спасибо тебе. Ты молодец. И ты в них не надрешь? Или чего? Купяток? Да мне нормально будет. Да? Еще ток. Я изначально играла во дворе. С мальчиками? Да. С мальчиками. То есть там поле было как бы, ну, пешком засыпано. Ну и вот, мне нравилось, я играла. А там там и девочка стоит или ты с мальчиками тренируешься? Нет, я с мальчиками тренируюсь. И какого тебе? Сложно? Да нет, нормально. Я уже повыкла. Возишь там? Да. Как тебе наша коробка? Отличная. По сравнению с песком? Да. Для меня очень важно то, что в центре города появился такой объект. Потому что у нас ближайший при поддержке РФС сделали стадион искусственного покрытия. но это на отшибе. И также при поддержке области и УГМК построили видовую арену. А вот в самом городе это очень большой плюс. Обычные дети смогут перейти? Да, конечно. Время будет всегда открыто, да. Только во время тренировок будет закрыто? Да. Мы сделаем информационный щит, сделаем расписание. Ну, в 11 будем закрывать, в 6 открывать. Готовы! Три, четыре! ССССР! И это важно. Ты должна уже прийти к футбол и понимать, что есть еще круче или лучше поля и стремиться уехать. Хорошая команда. Ну, кто тебе не крикнет? Ну, ладно. Может быть и крикнет. Ну, чё ты обрезала? Ну, чё ты паста не делала? Ну, всё. Может школу прогулять? Крайник футбол? Да. Ура! 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 Сейчас мы просто делаем и ориентированно. Ура! Продолжение следует...